Информация нужна полностью. Вчера мы жаловались, ругались, хуесосили пилком, карбину телеком, обещали, все будет работать. И сегодня опять такая же хуйня, интернета нету. 6500 платим, просто такая разводка. Даже 100 рублей жалко платить. Вообще интернета нету. У нас страдает вся компания, мы несем убытки. Помогите, подскажите, может в центральном районе есть другой оператор-то? Куда бежать-то от этой карбины телеком? У вас там сервиса нету, вообще такое говно. Не вызвать никого, ни техника, ни хуесника, просто по телефону разводят, посылают нахуй и все. И какую-нибудь булевотину ставят, эти мелодии ебанатские. Какая их сука поставила, я точно нос сломал. Пожалуйста, помогите, дайте какой-нибудь оператор, может в центральном районе есть нормальная фирма-то, только не этой ебучим пилком-то? Есть что-нибудь другое, это человеческое, где будет интернет работать? Я не в курсе, не могу вам подсказать. Ну, скажите директору, что он хуесос-то, ну дайте ему по морде, ну что за хуня-то, когда будут услуги-то, ну почему нас разводят-то каждый день? Мы, конечно, доедем до Белой Куны, и точно я и железным клюком дам кому-то, вашему генеральному директору по морде, блять, чтобы он больше этими услугами не занимался, блять. Просто хуней занимайтесь, какая-то разводка. Каждый день это блевотина, нет интернета и нет интернета. Мы уже заебались вам звонить, нам больше делать нечего, что ли? Звонить и унижаться, и говорить, что у нас нет интернета. А в ответ тебе скажут, а у нас нет технического специалиста, блять, ебитесь как хотите, блять. Все каждый день одно и то же, ну блять, дежавю уже какой-то, блять. Совесть-то есть у вас вообще? Вообще стыд какой-то или что? Я не понимаю, что за херня там, блять. А собственно, что у вас произошло? Ну, какой-нибудь директор или кого-нибудь, какой-нибудь скота какой, кто у вас генеральный директор? Где это Белой Куны? Давайте мы туда подъедем, какую-нибудь морду набьем. У нас все одно и то же, интернет не работает. Все одно и то же, блять. Вчера было, нас разводили целый день ремонт на линии, там хуйня какая-то на линии, здесь хуйня на линии, мне даже в головах какая-то хуйня у вашего руководства, блять. Вчера целый день нас продинамили, блять. И сегодня все то же самое. 4 часа дня интернет не работает. На хуй он нужен вообще? Ну, давайте просто разберемся, что у вас происходит, потому что... Мы просили разобраться. Мы вам звоним. 20 декабря я звоню. Практически каждый день. Все рабочие дни, блядь. Каждый день мы звоним, нас все время все разводят. Что у вас специалистов нету. Вызвать нам некого. Оплатить нам некого, блядь. Вообще нихуя ничего не сделать. Все. Ты должен подписывать на интернет, на ноутбук, и все заработает. Все, блядь. Больше никаких лекарств у вас нету. Ну, сколько это будет продолжаться? У вас последнее обращение, которое зафиксировано у вас, это 12 декабря, когда у вас службы тех поедут. Это было 12, 21, вчера мы вам звонили. Это же каждый день происходит. А в чем у вас проблема заключается? С активным оборудованием? Нету интернета, блядь. Нажимаешь, а там хуй нарисован. Нету интернета. Что? Какая проблема? Не работает ничего, не почта, все парализовано. Интернет не работает, бухгалтер, все работа парализована. Нет, ну я имею в виду, у вас там проблема с активным оборудованием. Я вижу, у вас там все утром была проблема. Мы умоляли выслать специалисты. Мы сказали, мы все оплатим. Ну пусть приедет нормальный инженер какой-то посмотрит. Мы щелкаем этот ваш ебучий роутер, но ничего не спасает. Сейчас вот его пощелкали, интернет заработал. Ну это же не может быть так, как анонизм занимаешься. Сейчас вот он заработал, до этого не работал, но так же невозможно. Понятно, ну тогда, соответственно, проблема в роутере, может быть вы просто замените его? Да мы просили, мы для этого просили. Дайте какой-нибудь инженера, пусть он сюда приедет, посмотрит. Если надо роутер, мы заплатим деньги. Если надо усилитель, пусть он ставит усилитель. У нас таких услуг нету, блядь. Я должен сам от балды пойти и где-то искать мастера, который будет возиться в вашем оборудовании. Ну, бессмысленно, это правильно. Да, действительно, у нас такой службы нету. Ну, блядь, это вполне все. Это вообще хуйня. Это директору можно просто в ебло плюнуть, блядь, хаснуть в рожи ему и сказать, что он животное, блядь. Как у него нету таких услуг, блядь. Вы обязаны, вы предоставляете услуги. Вы берете за это огромные деньги. Вы не 30 рублей берете, 6500 ежемесячно, блядь. Да за эти деньги с директора можно скачать снять живьем. Нет, ну это же проблема в настройке оборудования. Ну а как, вот кого надо скачать, вот скажи, у меня такой дуралей, блядь, этого маньяка-интернетчика. Ну и что, он здесь поковыряется и уйдет? Ему насрать. Он не работает в импелкоме и в вашем этой карбине, этой хуйком тоже не работает. Что нам делать-то? У нас все это каждый день одно и то же. Помогите, ну дайте хоть каких-то мастеров-то у вас должны же быть. Кто у вас устанавливает-то? Ну, давай сейчас я постараюсь выяснить, кто может вам помочь. Сейчас, одну секундочку. Мы вас очень просим, помогите, пожалуйста. Хорошо.